Сотрудники спецслужб задержали членов организованной преступной группировки Камчи Асанбека, более известного по фамилии Кольбаев. Всего задержано шестеро мужчин. Возраст двоих из них 50 лет, а самому младшему 21 год. Лидером группы является 38-летний Эдиль Абдулдабеков. Члены банды, как отмечается в сообщении чекистов, обвиняются в организации преступной группировки и систематическом вымогательстве денег в особо крупном размере у частных предпринимателей. Задержанные водворены в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ. Проводятся следственные действия, устанавливаются другие члены преступной группировки. Пострадавших от действий задержанных чекисты просят обратиться в ГКНБ. Шесть смертей за два дня. В Кыргызстане вновь участили смертельные автоаварии. Накануне в Чуйской области, в городе Кемин, микроавтобус сбил насмерть пешехода. Момент автонаезда зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео, которым поделился Турмуш Кейджи, видно, как люди пытаются перейти дорогу по пешеходному переходу. Двое шли по одному переходу, двое других с сумками шли по второму. Водитель микроавтобуса марки Mercedes-Benz Sprinter на большой скорости едва не сбивает первых. Однако затем буквально сносит двух пешеходов, идущих по второму переходу. По данным очевидцев, один из них скончался на месте. Отметим, днем ранее страшное ДТП также произошло на трассе Бишкек-Нарын-Торугард. Недалеко от столицы, в районе ГЭС-5, столкнулись три машины – BMW, Mazda и Mercedes. По предварительным данным УВД Чуйской области, водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в Мазду. Погибли оба водителя и трое пассажиров BMW. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Среди них есть трехлетний ребенок. Задержанный по подозрению в коррупции, экс-глава Государственного проектного института при ГОС-3, Дергалбек Асаналиев, заключен под стражу в СИЗО-1 Бишкека до 23 октября. Такую меру пресечения, как сообщается накануне, избрал Первомайский районный суд. Ранее столичная прокуратура сообщила о задержании Дергалбека Асаналиева и исполняющего обязанности начальника отдела Бишкек-глав архитектуры. По версии следствия, Асаналиев при помощи отдельных должностных лиц ведомства создал коррупционную схему по легализации самовольно возведенных многоэтажных жилых домов и изменению функционального назначения земельных участков, в том числе тех, что были предусмотрены проектом детальной планировки южной зоны Бишкека под озеленение и благоустройство. Следствие предполагает, что задержанные вносили заведомо ложные сведения в градостроительную документацию для последующей выдачи градостроительных документов частным строительным компаниям и отдельным аффилированным физическим лицам. Не опять основа. В Кыргызстане вновь хотят вносить изменения в закон о выборах. 16 сентября специально созданная Центр избирковым еще 30 июля межведомственная рабочая группа проведет свое очередное заседание. В составе сами члены ЦИК, представители госорганов, 18 депутатов, как от партии, так и одномандатники, эксперты и активисты. Первая встреча имела организационный характер, следующая сконцентрируется на проблеме формирования списка избирателей. И далее по списку, который, к слову, состоит из семи направлений, как пояснили в ЦИК. Закрепили семь направлений, по которым будем работать, и именно по этим направлениям мы собираемся двигаться. Допустим, первое направление – это по выборам местных кемишей, местных депутатов. Второе – по выборам Джогур-Ку-Кемиша, а также президента Кыргызской республики, законодательства там совершенствования. Мигранты у нас не имеют, как бы, у них ограничены возможности доступа. Совершенствование электронных систем – это подразумевает, допустим, дистанционное участие в голосовании. На сегодняшний день, допустим, имеются такие возможности. Человек может участвовать при помощи сотового телефона. А еще отдельно проработают систему рассмотрения избирательных споров и юридической ответственности за нарушения. Продумают, как улучшить информирование населения и правила предвыборной агитации. Ну и последнее – это обеспечение финансовой прозрачности. Например, депутат Достан Бекешев говорит, что сам попросился в эту группу. У него как раз по финансовой составляющей есть предложение. Все помнят, как он организовал фандрайзинг. Сам по своему округу расставлял палатки, где агитировал и параллельно призывал поддержать его компанию материально. Тогда конкуренты писали на него жалобы, что, мол, неизвестно, что за террористы жертвуют ему деньги. Ведь источники должны быть чистыми. Богатым кандидатам абсолютно никаких проблем. Ты берешь, вытаскиваешь свои деньги. А вот я, когда, допустим, объявлял сбор средств, у меня появились там проблемы. Мне вообще предъявляли то, что якобы я использую денежные средства вне избирательного фонда, хотя такого факта абсолютно не было. Но по фандрайзингу мне говорили, что надо будет проверить, а вдруг это террористы те деньги прислали. Официально это не заявлено, но звучат предложения, чтобы рассмотреть отказ от одномандатного принципа. И либо вернуться только к пропорциональной партийной системе, либо же оставить преференциальную пропорциональную, которая отчасти повторяет одномандатную. Впрочем, есть и другие причины, которые показали, что одномандатность не оправдала себя. С 36 депутатов 30 присоединились к фракциям партии. И вот возникает вопрос, а нужны тогда ли вообще одномандатные депутаты? Вот кандидаты на тот момент от округов, они совмещали вот эти штабы и сами финансировали их. И партиям было легче. Конечно, они после этого имеют аффилированность, они присоединяются к одной из партий. Они должны были защищать свои округа, но они зашли в эту партию. Вот и здесь, конечно, любому избирателю становится непонятно, почему так происходит. Из насущных также вопрос явки испорченных бюллетеней отмечает юрист-аналитик Нурсултан Акалбек. По его словам, когда ввели преференциальную партийную систему, смысл формы 2 потерялся. Люди, по сути, могли голосовать где угодно за выбранного им кандидата и партию, но этого не позволили. В итоге несколько сотен тысяч человек остались вне выбранного процесса. Как внутренние, так и внешние мигранты. И это на фоне очень низкой явки. Еще одна беда — это испорченные бюллетени. Почти 10%, а это чрезвычайно много. Избиратели путались. Как ставить галочку? Кто-то, отчаявшись разбираться, просто запомнил номер партии и отмечал его как за партию, так и за кандидата. И вот так на удачу прошло много случайных людей в парламент. Нурсултан Акалбек отмечает, что попасть в состав рабочей группы ему не удалось. Но обещается, что будет проведена открытая встреча для всех. И тогда, и уже сейчас через депутатов и СМИ сторонники отказа от одномандатной системы поднимают этот вопрос. Получается, и по партийным спискам те же регионы представлены, и по андоматным андатному. Партийные депутаты, они работают с партией, и им легче свои инициативы продвигать. А вот андомандатники, они в тупике. И получается, как некоторые занимаются вопросами парков, скверов и прочего, больше нагрузки получается. А депутаты, они должны, во-первых, заниматься политикой, а не муниципальными проблемами. В 2020 году народ возмутился выборами, да, и эти люди решили просто не через партию, а через своих этих округов пройти. Набрали очень много голосов и прошли. Седьмой созыв работает с начала года. И очевидно, что смешанная система не сделала его более продуктивным и независимым. Даже с регламентом для работы самих себя справиться не смогли. Президент документ вернул с возражениями. ЖК, напротив, утратил былые возможности и примкнул большинством одномандатников к одной политической силе. И, как полагают эксперты, именно это и вызывает тревогу и недовольство. Вот отсюда и планы собирать Курултай и разные разговоры про самороспуск. Однако, в ЦИКе уверяют, что какие бы усовершенствования в закон не ввели, их применят только по отношению к следующему выбранному циклу. То есть, начиная с 2025 года, с местных выборов. Елена Яковлева, Денис Ламбишимбаев, НТС. Комитет Джогурху Кенеша по социальной политике дал согласие на назначение Гульнары Баатыровой на пост главы Минздрава. Она исполняет обязанности министра здравоохранения с 23 августа. По процедуре Баатырова должна получить одобрение на назначение также Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Далее ее кандидатура, как отмечается, будет рассмотрена на заседании палаты 7 сентября. Гульнара Баатырова ранее была председателем медицинской аккредитационной комиссии Минздрава. В прошлом она работала членом Центра избиркома. В Бишкеке продлили запрет на митинги до 2 декабря. Первомайский районный суд столицы согласился с решением муниципалитета и признал его законным. Напомним, запрет на проведение массовых собраний, митингов и шествий власти столицы ввели еще в марте этого года. Сначала на один месяц, позже постановили, что ограничения будут действовать до осени. Тогда сообщалось, что гражданам запрещается митинговать возле здания посольства России, на площади Алато, возле здания Джоургогенеша, администрации президента ГКНБ, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий на площади Алато. Горожане по-прежнему вправе митинговать только на территории сквера имени Горького. С началом учебного года в стране вновь появилась нехватка учебников в школах. В большинстве общеобразовательных учреждений такая ситуация повторяется из года в год. Все из-за того, что на класс с 30-40 учениками выдается менее 10 учебников по тому или иному предмету. В итоге родителям приходится покупать учебники для детей за свой счет. Джанишбек Намазалиев работает продавцом учебников. По его словам, цена книг в этом году выросла в среднем на 50 сомов по сравнению с прошлым годом. И спрос на них продолжает расти. Он говорит, что больше всего берут учебные пособия для начальных классов и учебники по алгебре и английскому языку для шестых, седьмых, восьмых классов. Сейчас очень большой спрос практически на все учебники, особенно на шестые и седьмые классы. А нам в этом году пришлось поднять цены из-за того, что бумага сильно подорожала и учебники изначально приходят дорогие. Средняя цена учебника у нас сейчас 200-250 сомов. Самые дорогие по 600 сомов. Манас Казаков – один из родителей, который на базаре ищет учебники для своих детей. Всего в этом году мужчине пришлось купить уже 10 книг и потратить на них в общей сложности 3000 сомов. По словам родителя, для дочери-четвероклассницы он купил три учебника по 250 сомов каждый. Для дочери, которая учится в восьмом классе, пришлось купить уже 7 учебников. И все из-за нехватки пособий в школе. Я пришел сюда, чтобы купить учебники для дочери. Нам в школе сказали, что на всех не хватило. Нам, родителям, приходится тратить довольно большие суммы на учебники на один год. Сейчас дешевле, чем за 250 сомов учебники найти невозможно. Чтобы хоть как-то вернуть деньги, в следующем году придется эти учебники продать. Но их возьмут же только за полцены. В настоящее время в большинстве школ города Бишкек не хватает учебников для пятых, шестых и седьмых классов. Например, 80% учащихся столичной средней школы номер 10 обеспечены книгами. Остальное приходится покупать родителям. Педагоги говорят, что в этом образовательном учреждении не хватает учебников по русской литературе для шестого класса и алгебры для седьмого класса. Нехватку учебников в Кыргызской школе мы испытываем алгебра седьмой, восьмой, девятой. Он просто несколько лет не переиздавался, поэтому старые учебники у нас есть, а мы ждем новые учебники. А по русской школе у нас не хватает то же самое. И русская литература в русской школе не переиздавалась. То есть в каких годах учебники? Нет, у нас есть старые, но мы ждем новые. В Министерстве образования говорят, что не обязательно тратиться на покупку недостающих книг. Уже существует бесплатная электронная версия всех необходимых книг. Также в Министерство поступают деньги со сдачи книг в аренду по 25 сумм в год. Данная проблема накапливалась не в течение года, не в течение двух лет. Эта проблема накапливалась в течение 30 лет. И сейчас дают плоды. В плоды в том плане, что не хватает учебников. В данный момент мы выдаем учебники в аренду 5-6 класс. И 7-8-9 класс это информатика, физика, химия. Это новые учебники, которые поступили в этом году. И суть аренды за 5 лет собрать за аренду учебники, купить и обратно то же самое. Есть не только проблема нехватка учебников, есть больший объем проблем по интеграции между учебниками. У нас нет вертикальных, горизонтальных стандартов учебников. Получается, разные года писали разные авторы и у них нет последовательности. Отметим, что по данным Минобразования более 30 издательств в этом году получили заказы на печать учебников. Из бюджета на это было выделено около 120 миллионов сомов, но этого оказалось мало. В министерстве говорят, что для обеспечения школ учебными материалами необходимо не менее 600 миллионов сомов. Елиси Кирпиченко, НТС. Отечественные нефтетрейдеры вновь предупреждают о росте цен. По словам президента Ассоциации поставщиков топлива Канатбека и Шатова, повышение розничной стоимости коснется прежде всего дизеля. Рост обусловлен тремя причинами. В России три крупных нефтеперерабатывающих завода закрылись на ремонт. Там меняют зарубежные комплектующие на российские аналоги. На внутреннем рынке России ощущается дефицит дизеля. К тому же, по данным Ишатова, Казахстан заявил о намерении с сентября закупать дизель у российских НПЗ. Из-за этого растет спрос и цены. Насколько дизель подорожает в Кыргызстане этой осенью, президент Ассоциации нефтетрейдеров не уточнил. Отметив, что конечные цены для розничных потребителей зависят от отпускных цен переработчиков. Отметим, сейчас литр дизеля в Бишкеке стоит примерно 75 сомов. Год назад его продавали по 49 сомов. Важная информация для тех кыргызстанцев, кто собирается посетить Китай. Министерство иностранных дел нашей республики предупредило о новых правилах въезда в КНР. Дипломаты настоятельно рекомендуют гражданам перед вылетом получить зеленый QR-код здоровья в диппредставительствах Китая через их сайты и выполнить все требования китайской страны. В частности, отмечается, что при посадке на авиарейс в Китай пассажирам необходимо показать электронную версию зеленого QR-кода здоровья на своих мобильных устройствах представителям авиакомпании для проверки. Без него авиаперевозчик не разрешит посадку. Разрешается въезд в КНР только прямыми рейсами или через третье государство только одним транзитом. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана также добавили, что отдельные авиакомпании перед вылетом в Китай требуют от пассажиров прохождение коллективной обсервации в гостинице за свой счет в стране вылета с обязательной сдачей ПЦР-тестов. Речь в этом случае идет, если въезд в Китай осуществляется транзитом через третью страну. При этом пассажиры после прибытия в КНР должны будут все равно пройти обсервацию также за свой счет по формуле 7 дней в гостинице и 3 дня дома. Отметим по сообщениям СМИ, в Китае за последние несколько дней обострилась эпидемиологическая ситуация. На прошлой неделе власти страны закрыли на карантин столицу провинции Сычуань, город Ченду. Наступила осенняя пора, а значит надо обуваться. Ярмарка белорусской обуви началась в кинотеатре «Октябрь». Осенняя обувь имеет гелевую основу, благодаря чему ваши ноги не будут уставать при длительной ходьбе. Также обувь имеет пропитку полифит, благодаря чему ваши ноги не промокнут в дождливую погоду. Большое вам спасибо за обувь. Обувь очень качественная, красивая, удобная. Прям по ноге все. И ноги у нас с проблемами. Мы уже в возрасте дамы. Так что большое спасибо. Мы специально приехали к вам из Беловодского по рекламе по вашей телевидении. Все очень понравилось. И цены приемлемые. И большое вам спасибо. Спасибо за все. Очень все качественно, удобно, комфортно, обслуживание хорошее, цена нормальная. Все устроило. По словам организаторов, более тысячи качественных и удобных ортопедических моделей ждут своих покупателей. Большой ассортимент и доступные цены порадуют каждого гостя ярмарки. Жители Кыргызстана, приглашаем вас на ярмарку белорусской обуви на проблемную ногу. Тут вы с легкостью подберете как мужскую пару обуви, так и женскую. Мужская обувь идет до 49 размера. Женская обувь идет до 44 размера. Также на ярмарке представлены модели зимней и демисезонной обуви. А на всю летнюю коллекцию действуют дополнительные скидки. Ярмарка проходит ежедневно и без выходных до 15 сентября с 10 утра до 6 часов вечера в кинотеатре «Октябрь». Елисей Кирпиченко, НТС. Лучшие клиники и медучреждения Турции для организации высококачественного лечения доступны и кыргызстанцам. Компания «Асмир Медикал» сотрудничает с ведущими клиниками Турции и помогает людям подобрать самый выгодный и оптимальный вариант лечения за рубежом. 1 июля совместно с турецкой клиникой «Мемориал Хоспиталс Групп» был организован семинар в Джальской детской больнице отделении детской онкологии, на котором профессор, специалист по детской онкологии и гематологии Бетюль Тавель рассказала и поделилась опытом о диагностике и лечении заболеваний крови у детей, особенностях аллогенной и аутологичной трансплантации костного мозга. Перед семинаром врач встретилась с кыргызскими онкологами, провела осмотр около 30 пациентов отделения детской онкогематологии и обсудила протоколы их лечения. Также доктор обсудила лечение с местными врачами, касательные тех пациентов, которых можно и вылечить без пересадки костного мозга. А на следующий день Бетюль Тавель проводила бесплатные консультации для всех желающих. На семинаре я расскажу о том, что такое пересадка костного мозга, как она проводится, какая статистика и динамика в наших клиниках. До семинара мы обсудили с нашими коллегами протоколы лечения. И я очень рада тому, что во многом они совпадают у Кыргызстана и Турции. Наши страны работают по единым европейским протоколам. Пример тому немецкий BFM протокол. Поскольку в Кыргызстане операции по пересадке костного мозга не проводятся, мы обсуждали планы лечения тех пациентов, которым показана пересадка. Обсуждали, как помочь пациентам, которые получают в данный момент лечение, и на каком этапе должна производиться эта операция. Совместно обсудили лечение пациентов, которых можно вылечить с помощью химиотерапии. Кроме этого, многим людям, которым требуется пересадка костного мозга, требуется сдавать анализ на HLA-типирование. Этот момент мы тоже обсудили. Кому и когда этот анализ лучше всего сдавать? Все операции и вмешательства, которые проводят в Memorial Hospitals, одобрены Мировым управлением по санитарному надзору за качеством GSI. Сеть клиник Memorial – один из крупнейших центров и мировой лидер в сфере медицины. Занимает лидирующие позиции в области трансплантологии. Количество успешных пересадок составляет 98%. Для лечения онкологических заболеваний используют новейшие методики, что позволяет пациентам избежать рецидивов. После операции доктор продолжает дистанционно следить за здоровьем пациента. Кроме подбора клиники, Asmir Medical часто помогает и со сбором средств на дорогостоящие операции. Ведь во многих случаях счет идет на десятки тысяч долларов. Компания Asmir Medical обеспечивает максимальный комфорт и безопасность во время лечения, а также оптимизирует весь лечебный процесс для получения лучших результатов. Консультация специалиста бесплатна. Контактный телефон 0703-68-99-99. Елисей Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС. Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС. Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС. Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС. Редактор субтитров А.Семкин